В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. Студия Максим Козлов. Здравствуйте. И в начале выпуска коротко об основных событиях. Незаконная вырубка деревьев обнаружена в лесополосе за коксогазовым заводом. Факт незаконной вырубки обнаружен примерно около двух недель назад. От 30 до 40 пациентов в смену обслуживает каждый фельдшер неотложной помощи при норме в 25. Сейчас нагрузка больше, значительно больше, чем была когда-либо. Кубок Евгения Рылова стартовал в бассейне поселка Развилка. Он был таким же маленьким, как эти ребята. И, конечно, нам очень хочется, чтобы имя Рылова всегда звучало в Ленинском городском округе. Житель города Видное Виктор Павлович обратился в редакцию нашего телеканала. Он обеспокоен вырубкой деревьев в лесополосе за коксогазовым заводом со стороны деревни Опаренки. Пенсионер уверен, действия эти незаконны. Этой ситуацией обеспокоены и другие жители муниципалитета. За комментарием по данному вопросу мы обратились к начальнику отдела по сельскому хозяйству и охране окружающей среды Татьяне Лебедевой. Еще совсем недавно эти деревья росли и даже не подозревали о том, что будут срублены. Факт незаконной вырубки обнаружен примерно около двух недель назад. По сообщению жителей поселка совхоза имени Ленина мы об этом узнали, выехали на место оперативно. По этому делу сотрудниками администрации был составлен акт. Материалы отправлены в полицию в целях проведения дополнительных следственных мероприятий и патрулирования данной территории, чтобы не допустить дальнейшую вырубку зеленых насаждений. На сегодняшний момент вырубка продолжается. Участок находится в частной собственности, поэтому как бы ступить на частную территорию без правоохранительных органов мы не вправе. Но тем не менее администрация уже подготовила обращение в прокуратуру для того, чтобы провести дополнительную прокурорскую проверку, в том числе и в отношении действия правоохранительных органов. Как рассказала Татьяна Лебедева, вырубленные деревья в хорошем состоянии. Проблемная территория граничит с лесопарковой зоной города Видное, площадью 260 гектаров. Стоит отметить, что в полицию поступило заявление и от жителей. В рамках этого дела необходимо произвести расчет ущерба. То есть именно правоохранительные органы подают запрос в администрацию, вызывают нас как третьих лиц, и мы проводим свою работу. По расчету ущерба уже стоит вопрос об уголовной ответственности, то есть уголовная ответственность наступает в зависимости от нанесенного ущерба. Администрация Ленинского городского округа держит ситуацию под контролем и обещают довести дело до конца. Незаконная вырубка деревьев должна быть остановлена, а виновники наказаны. Ведь такое быстрое разрушение лесных массивов приводит к исчезновению уникальной флоры и фауны, а также к ухудшению экологической обстановки. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. От 30 до 40 пациентов смену обслуживает каждый фельдшер неотложной помощи. И это при том, что норма 25 вызовов. Но медики не ропщут, говорят, такова необходимость нынешнего времени. Но, конечно же, ждут, когда все вернется на круги своя. Наша съемочная группа смогла увидеть работу неотложной медицинской помощи изнутри. Кабинет ЛФК временно переоборудован. Теперь здесь располагается диспетчерский пункт неотложной медицинской помощи. Сюда стекается вся информация по срочным вызовам врача на дом. Всего в отделении работает 13 бригад. К больным приезжают ежедневно с 8 до 23 часов. Диспетчер принимает вызов, обрабатывает его и распределяет на врача. Врач получает информацию непосредственно на планшет, какой вызов ему поступил. Дальше он видит фиксацию отметки, первично этот вызов или неотложный, который нужно обслужить, в течение двух часов. Уже сам врач распределяет вызовы по приоритетности и отправляется по адресам. Мы попали в смену Геннадия Слесарева. При нас он облачился в СИЗ, в котором ему предстоит проходить всю смену, 9 часов. Сейчас нагрузка больше, значительно больше, чем была когда-либо. Соответственно, для того, чтобы выполнить качество, требуется определенный набор знаний. Набор знаний у фельдшера с более чем 20-летним стажем работы немалый. Поэтому он уверен в собственных силах и старается в смену посетить как можно больше больных. И вот мы в машине. Первый адрес совсем рядом. Но дорожная ситуация напряженная. И вместо трех минут едем 10. Есть время поговорить. О чем думаете, когда едете? Честно, ни о чем. Абсолютно. Потому что все равно, чтобы мы не думали ничего, может не быть того, о чем мы думаем. Мы приезжаем, мы приезжаем практически на неведение. И наша задача максимально быстро разобраться в этом. Понять, что, к чему, от чего, почему. Что делать дальше, какую помощь оказать. И на все про все затратить минимальное количество времени. А каждый раз вы возвращаетесь на базу? Нет, для этого существуют планшеты. Все вызова приходят вот сюда. И каждый новый вызов, он поступает сюда. Не всегда докторам легко удается попасть в подъезд. Но нам повезло. Сложный код домофона поддался со второго раза. Максим вызвал врача утром. Третий день температура 37,5. Пропало обоняние. Фельдшер внимательно выслушивает жалобы, осматривает пациента, берет анализ на коронавирусную инфекцию. Максим подозревает, что у него ковид. Но где мог заразиться, не знает. Я езжу на личном машине. Я с людьми не общаюсь. Ну, в прямом контакте. Ну, даже не знаю. А семья вот так вот, ну, есть кого? Да, но единственное, что может магазин, я не знаю. Пока мы общаемся, анализ готов. Отрицательный. Больному назначается лечение противовирусной и жаропонижающей препараты. А Геннадий Слесарев отправляется дальше. Впереди еще 8 часов смены. И десятки людей, которые очень ждут доктора. Татьяна Брылова, Кирилл Иванов, Елена Кошелева. Видное ТВ. Получать подарки любят все. Ветеранам, социальные учреждения округа и благотворительные фонды. Они изготавливали вместе с родителями и затем приносили нам. То есть мы с ребятами уже, более старшими, с ребятами из совета обучающихся, мы уже распределяли, где, по каким мероприятиям будут предоставлены эти елки. Более 50 сладких елочек привезли организаторы акции «Видное» для подопечных Центра социального обслуживания «Вера». Вот, панкеточки туда вкладывали. Спасибо, хорошие. Спасибо. Наступающим вас. Спасибо, милые. Спасибо. И вас тоже. Спасибо за поздравления. Вас тоже всех с Новым годом. Желаю счастья, всем здоровья. Кому-то удалось вручить подарок прямо на месте. К большинству же адресатов сладкие елочки вместе с продуктами и товарами первой необходимости отнесут социальные работники. Соцработники оповещены, они уже подъедут за подарками и вручат их получателям. Это будут ветераны войны, узники фашизма, блокадники, все, которые в категории причислены к ВОВ, которые состоят у нас на обслуживании. Пока готовился к эфиру этот сюжет, стало известно, что половина елочек уже вручена ветеранам. Оставшиеся сладкие подарки будут доставлены адресатам в понедельник. Екатерина Борисова, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, ВИДНЭТВ. В спортивном расписании детского оздоровительно-образовательного центра «Дельфин» появилось новое соревнование. Кубок Евгения Рылова стартовал в бассейне поселка Развилка. О перспективах развития нового кубка мы поговорили с его организаторами. Слава заслуженного мастера спорта Евгения Рылова, двухкратного чемпиона мира и Европы, давно перешагнула границы не только Ленинского городского округа, но и России. Тем не менее, именно здесь, в бассейне «Дельфин», где он делал первые шаги в большой спорт, решили создать соревнование под названием «Кубок Евгения Рылова». Он был таким же маленьким, как эти ребята. И, конечно, нам очень хочется, чтобы имя Рылова всегда звучало в Ленинском городском округе. Всегда. И чтобы дети видели, радовались и стремились точно так же, как Женя в свое время стремился стать олимпийским чемпионом. В нынешних заплывах участвуют дети 10-14 лет. Всего в них примет участие почти 100 воспитанников Развилковского и Видновского отделений Центра «Дельфин». Сами же соревнования пройдут в несколько этапов. Сегодня пройдет только первый этап. Это 50 вольные и 50 проли на спине. Следующие этапы планируются в феврале. И заключительный этап у нас пройдет в апреле, после чемпионата России, в котором пройдет отборные Олимпийские игры в Японии. Организаторы признаются, что нынешний первый в истории кубок Евгения Рылова своего рода репетиция. Уже на следующий год планируется задействовать спортсменов до 18 лет и сделать кубок открытым. Я думаю, что этот турнир имеет в дальнейшем более длинную историю, чем спортивная жизнь любого спортсмена. В дальнейшем, на перспективу, на будущий год мы планируем приглашать иногородних спортсменов. То есть развивать масштаб этого турнира. Сам Евгений Рылов не устает подтверждать, что находится на пике формы. На недавнем чемпионате России на короткой воде он завоевал два золота и серебро. К тому, что кубок, назван его именем, относится философски. Это очень приятно смотреть на подрастающее поколение, когда ты таким же был, и как-то анализировать себя, что было, что сейчас происходит. Самый простой совет подрастающему поколению от чемпиона. Что бы вы им посоветовали? Не распыляться детям, ну то есть, если они что-то выбрали, чтобы не было отвлекающих факторов от цели. Главный совет – это следить за тем, чтобы все родство шло именно туда, куда надо. Естественно, присутствие на соревнованиях именитого спортсмена – дополнительный стимул для юных пловцов, как и возможность получить награду из рук Евгения Рылова. Я очень сильно доволен, потому что я даже не ожидал, что у меня будет первое место. Не тренировался, весь этот карантин, и он мне все планы и попортил на плавание. Кто знает, может быть сейчас в этом зале свои первые награды получают будущие олимпийские чемпионы. Максим Козлов, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ. Это все новости на сегодня. С вами был Максим Козлов. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова